Политическим событием, обсуждавшимся на этой неделе, стало исключение из партии «Справедливая Россия» отца и сына Гудковых. При этом Дмитрий Гудков пока еще остается депутатом и членом фракции «Справедливая Россия». Это означает, что голосовать в Думе он обязан солидарно. Если будет нарушать фракционную дисциплину, то и фракция может исключить его. Тогда Дмитрий Гудков в изборной по партийным спискам Госдуме утратит возможность выступать с трибуны. У него останется лишь одна минута по формированию повестки, то есть лишь выкрик. Из партии Гудковых исключили по этическим соображениям. Ранее отцу и сыну предложили определиться, что важнее – членство «Справедливой России» или участие в Координационном совете несистемной оппозиции, условной структуре, популярность которой социологически уверенно не прощупывается в рамках погрешности. Отец и сын решили остаться везде. Не получилось. Кроме того, Дмитрию Гудкову пришлось еще многое выслушать после просительной поездки в Америку. Потребовать сдать мандат депутата младшего Гудкова и возбудить уголовное дело в Комитет по безопасности Яровая. Потому что в чистом виде – измена Родины. Репрессии можно и так назвать. Слово само по себе неплохое. Нарушение прав? Нет. Просто Госдума очищает себя. Мандаты кладут представители разных партий – и единороссы, и коммунисты, и эсеры. Хорошо это или плохо? Хорошо. Этические стандарты становятся строже. Ну а что, хорошо разве, как раньше было, когда Борис Березовский, став замсекретаря Совета Безопасности России, оставил при себе израильский паспорт? Нормально? Тогда где остановиться? Или вот еще гримаса современной российской политической морали. Оппозиция изобрела новый способ политической борьбы – отобедать и не заплатить в ресторане. По политическим мотивам. По новому лозунгу «Несистемная оппозиция» – «За свободу». Вот как свою акцию на этой неделе описала в Фейсбуке видный член Координационного совета оппозиции Ольга Романова. Впервые в жизни мне оплатила ресторанный счет. Вовсе не потому, что не могла. Очень могла. С запасом. Просто менеджер изволил сообщить, что он думает об оппозиции вообще фигово. И о Путине, в частности, в восторге. Я знаю Руслана, менеджера ресторана, не первый год. И даже не третий десяток лет, гораздо дольше. Просто иногда хочется, чтобы старые дружбы заканчивались вот так плохо. Пусть он думает, что из-за денег, хотя это не так. Он оскорбил всех наших сидельцев. Наверное, нужно было бы заплатить и плюнуть морду. Но чего-то и платить тоже не захотелось. Пусть сам платит. За хлеб, за воду, за свободу. Слава Путину, хоть я его об этом и не спрашивала. Так что, внимание, официанты и ресторанные менеджеры. Метродотели и кассиры. У оппозиции новый способ политической борьбы. Не платить. Под лозунгом «За свободу». Наверное, это тоже нужно пройти на пути к национально ориентированной российской элите. От сдачи мандатов до фейс-контроля в точках общепита. На очереди репортаж из США. Наш собственный корреспондент Евгений Попов продолжает тему визита группы российских оппозиционеров. Новые подробности. Вашингтонскую речь депутата Гудкова на русский язык переводили всем миром. Споры о ее авторстве не остыли. Я буду иногда подглядывать в текст. Извините. Оппоненты не верят в то, что речь написал сам Гудков. На бумаге текст с недочетами. Произнесен с грубыми ошибками, неловкими паузами и бесконечными, извините, практики не было. Депутат спрашивает у Касьянова, у него нет проблем с языком, как по-английски, репрессии. Сомнение укрепляет запись в блоге Гудкова по возвращению в Москву. Депутат публикует текст на английском и просит читателей перевести. В сути сказанного в здании американского сената лингвистическая коллизия не меняет. Мы продемонстрируем, что США помогает российскому народу разоблачить коррумпированных чиновников. Я могу сказать только одно, что в Америке такое для членов Конгресса было бы невозможно. Это традиция американских политиков, когда они едут за рубеж, ограничивать свой критицизм по отношению к собственному правительству. Дождитесь возвращения в Вашингтон. Кто-то в России хочет использовать США, чтобы повлиять на российскую политику. И США должны быть осторожны, вмешиваясь в эти внутренние дебаты с помощью своих беспилотников. Это неконструктивно. Беспилотники, объясняют дипломат, американские фонды, такие как Freedom House и Foreign Policy Initiative, кураторы скандального визита российских оппозиционеров. Скромные здания в центре Вашингтона без опознавательных знаков. Комментировать итоги форума в фондах отказываются. До 80% бюджета Freedom House гранты Белого дома. Руководит организацией отставной функционер Госдепартамента. До этого у руля стоял бывший директор ЦРУ. Всем участникам встречи в Сенате раздали доклад Freedom House. Получили его и наши оппозиционеры. ОМОН на титульном листе. Заголовок. Борьба с Россией и Путина. Призыв к американским правящим кругам. Призывов 9. К Абами дважды подумать, прежде чем посещать Россию. Еще призыв. Разъяснять, что США поддерживают демократию и свободу в интересах российского народа. Прямо указывая на то, как плохо управляется Россия. Отдельной строкой расходы на продвижение демократии в России. Речь идет о 50 миллионах долларов из бюджета США. Новый подход к России должен включать в себя поиск инновационных путей поддержки группы лиц, работающих на политическую либерализацию внутри России. Поименный список невъездных в США россиян, вероятно, появится в понедельник. Он не окончательный, подлежит редакции. В Вашингтоне не скрывают. Варианты списков часто привозят ходоки из Москвы. Смотрите, как в России представители радикальной оппозиции истолковывают поправку Магницкого. Они говорят о том, что они будут включать в список Магницкого судей, журналистов, членов парламента, которые никого не убивали, которых ни в какой коррупции никто еще даже не упрекал, просто потому, что они резко выступают против действия радикальной оппозиции. Но, иными словами, тот пытается использовать иностранные средства давления для того, чтобы влиять на российский политический процесс, на российские средства массовых информаций и на российскую судебную систему. Вашингтонский форум американские СМИ тотально проигнорировали. Российских журналистов в Сенат не звали. Все равно не пойдет же в эфир. Чего я буду давать? А, уверен. Уверен, не пойдет. Ну, не пойдет. Вас как зовут? А фамилия ваша? Ну, Евгений, ну вы же знаете правила. Ну, все равно же не пойдет же в эфир. Программу визита оппозиционеры не афишировали. За закрытыми ставнями прошли переговоры с известными донорами цветных революций, Национальным институтом демократии. Депутат Госдумы тоже участвовал. Я не нуждаюсь ни в каком финансировании. С НДА, конечно, я буду встречаться на общих встречах. Мы будем обсуждать ситуацию в России. Подобные демократические фонды часто финансируют Конгресс. У каждого свой список грантов российским НКО. От 20 до 400 тысяч долларов. Национальные фонды создавались с одной целью – дестабилизировать Советский Союз и Советский Блок. СССР больше нет, и фонды сосредоточились на России. Цель прежняя – дестабилизировать страны, которые не под влиянием США. Прежняя из 90-х и тактика. Например, внедрение иностранных советников в российские структуры. По кабинетам Конгресса оппозиционеров вводят гражданин Великобритании, проживающий в Вашингтоне, Владимир Карамурза. Вот он с Касьяновым, Немцовым, Маккейном, Макговорном, Кардиным. А вот на Болотной и в составе Координационного совета российской оппозиции под номером 21. Евгений Попов, Вести неделя, Вашингтон.